Привет, чемпионы! Сегодня попробуем формат разбора техники олимпийского чемпиона. И мы проверим, есть ли у него вообще ошибки, плывет ли он идеально, и что мы можем взять и подчеркнуть для себя, чтобы плавать быстрее. Все плавательное сообщество знает, кто такой Суньян, поэтому возьмем его. Будем оценивать технику плавания по последовательным критериям, которые помогут нам составить общую картину. Начнем с баланса положения тела в воде и стабилизации. Обратите внимание, что на правом вдохе возникает состояние, при котором кажется, что таз проваливается, то есть прогибается поясница, и положение тела превращается в банан на доле секунды. Но давайте разберемся, есть ли тут ошибка или нет. Смотрите, зайду издалека. Рост Суньяна 199 см. Рабочий вес, когда он плавал на Олимпийских играх и чемпионатах мира, был порядка 89 кг. При этом размах рук около 2 метров 15, а может быть даже 20 см. Это очень длинные рычаги. И чтобы продвигать себя достаточно успешно вперед, сохраняя длину, глубину грибка и траекторию правильную, нужно использовать достаточно большие и мощные мышцы спины. А еще, чтобы успешно и правильно продвигаться, нужно использовать импульс ногами. То есть, когда он делает правый вдох и после правого вдоха делает левый грибок, у него происходит удар ногой в начале левого грибка, что дает ему хороший качественный импульс для продвижения вперед. Заострите свое внимание на том, что в момент вдоха у него левая рука чуть-чуть поднимается ближе к поверхности, и левая нога достаточно высоко лежит, особенно стопа. И кажется, что таз провален. Но таз, вот с этого ракурса видно, что он остается на поверхности. А вот этот кажущийся прогиб вот этой линии тела, он дает ему после вдоха классный импульс. То есть, он как бы взводит курок на то, чтобы потом сделать классный выстрел. Но и это еще не все. Потому что, когда рука заходит в воду, а левая начинает свой грибок, обратите внимание, что смену рук он делает за счет поворота корпуса и придавливания груди к воде. То есть, он не использует мышцы рук. Он использует мышцы спины и мышцы живота. То есть, получается, что Суньян использует некоторые приемы читинга для того, чтобы продвинуть себя еще гораздо эффективнее. И при кажущейся ошибке, он использует ту самую компенсацию кажущегося провала таза для того, чтобы сделать еще более сильный импульс, включив туда как можно больше мышц, которые могут помочь ему сделать этот импульс и грибок. Когда мы смотрим на Суньяна сверху, мы можем придраться к тому, что он где-то отводит голову в сторону на вдохе, где-то мы даже можем заметить разножку. Но мы должны понимать, что рост Суньяна 199 сантиметров. А значит, что на такой низкоцикличной работе на полторашке нужно такое длинное тело стабилизировать. Ведь Суньян делает всего 27 грибков на полтинник, на полторашке. А значит, что ему нужно использовать все ресурсы для того, чтобы запускать правильные импульсы на каждом грибке. И в том числе использовать искребление своего тела для того, чтобы придать еще больший импульс к грибку и к удару ноги. Ну и, конечно, он помнит, чтобы с такой цикличностью скользить лучше, быстрее и эффективнее, нужно убирать лишнее сопротивление. Ну и, конечно, вообще без огрехов плыть невозможно. Представьте, стоит огромный небоскреб, у которого есть допуск раскачивания в стороны при сильном дуновении ветра. Допустим, 2 метра он может качаться в левую или в правую сторону. Здесь абсолютно то же самое. А теперь еще интереснее. Мы затронем дыхание спортсмена. И на нашем канале мы учили, что когда вы делаете пронос, и когда рука ваша идет и накрывает вашу голову, а вы все еще находитесь на вдохе, то это критическая ошибка для любителя плавания. Давайте посмотрим, как делает это Суньян. О боже мой, он не смотрел наш канал и отворачивает голову, когда рука уже заходит в воду. Но он олимпийский чемпион. Что же здесь произошло? Все дело в том, что его скорость позволяет ему делать такой затяжной вдох. А если любитель плывет со скоростью 1,40 или 2 минуты, или еще медленнее на 100 метров, то такой затяжной вдох, накрывание рукой своей головы, это непозволительная роскошь. Объясню почему. Ну, во-первых, вы начнете раньше времени проваливать руку и терять скорость на вдохе. Ну и даже если вы проконтролируете руку, не проваливаете ее на вдохе, то вам точно не хватит подвижности плечевого сустава, для того, чтобы сразу после такого затяжного вдоха уйти на захват. Ну и третий момент, это то, что частота его вращения рук относительно любителя, даже при его росте, достаточно высокая. А объем легких, для того, чтобы снабдить работающие мышцы кислородом, достаточно большой. И поэтому ему нужно чуть дольше времени на то, чтобы сделать хороший, мощный, глубокий вдох. Ну и еще один момент, что у него этот длинный, хороший вдох не нарушает ритм, а у большинства любителей нарушает. Мы затронули с вами пока два критерия оценки качества грибка. Это положение тела и стабилизация, и вдох. И то вдох мы разберем сейчас дальше. Чтобы знать, как оценивать правильно свою технику плавания или технику плавания ваших спортсменов, если вы тренер, мы подготовили для вас онлайн-курс, обучающий тренеров и продвинутых любителей. Посмотрите его обязательно по ссылке в описании. Поехали дальше. Обратите внимание, что он не задерживает дыхание после вдоха, а сразу часть воздуха выдыхает, потому что альвеолы успевают всасывать весь кислород, который поступает в легкие в момент вдоха. И еще присмотритесь, особенно адепты дыхания 3-3, что суньян, особенно после поворотов, дышит часто на каждый грибок. И каждый грибок вдыхает и выдыхает. Все дело в том, что работа на таких длинных дистанциях требует очень много кислорода, поступающего в мышцы. И поэтому каждый поворот, где идет задержка, он немного вгоняет нас в кислородный долг. И чтобы предотвратить накопление молочной кислоты в мышцах, то бишь перехода в другую зону энергообеспечения, суньян делает порой 3 вдоха под каждый грибок перед самим поворотом и 3 вдоха на каждый грибок сразу после поворота, чтобы чуть-чуть компенсировать ту самую задержку дыхания, которая была вызвана поворотом. А если вы любитель плавания и плаваете на дыхании 3-3, и при этом стараетесь еще держать длину хорошего грибка, то есть ваше время между вдохами очень большое, то этого кислорода, поступающего в мышцы, явно недостаточно. Тем более, если вы не занимались ранее другими циклическими видами спорта, и у вас не 10 литров объем легких. Так что мой вам совет. Завтра же попробуйте упражнением реальный маятник, который будет в правом верхнем углу, и попробуйте поплавать с дыханием 2-2. И посмотрите, стало ли вам легче дышать? Возможно, возросла скорость. Мы еще с вами не разобрали смену рук, сочетание работы руки-ног, скольких ударным кролем он плывет, и почему именно так, а также подводную и надводную часть грибка, и многое другое. Но это я хочу оставить на следующий раз. Поэтому подписывайтесь на канал и ждите выхода нового ролика про Суньяна, чтобы мы полностью разобрали его технику по деталям, и почему он выполняет те или иные элементы именно так, а не иначе, и что у него можно перенять. Пока-пока. На связи был мастер спорта международного класса, главный тренер школы плавания Silver Swim, Данил Серебренко. Продолжение следует...